Итак, друзья, вы снова на канале Анатомия Бокса. Только что завершился матч между Александром Поветлим и Энтони Джошуа. Как я уже говорил в прогнозе, и многие аналитики говорили, что значительно больше шансов у Энтони Джошуа, что, собственно, он и доказал. Бой продлился не в всю дистанцию, соответственно, как только он перевалил за половину, Энтони Джошуа одним точным попаданием, скажем так, немножко дезориентировал Александра Поветкина и после этого имел возможность добить. Бой довольно-таки интересный, на мой взгляд, я советую вам всем его посмотреть. Начало боя было неоднозначным, и по очкам Александр не уступал Энтони Джошуа. Джошуа давал возможность Александру сближаться. Александр наносил свои серии ударов в ближней и средней дистанции, что дало возможность многим любителям спорта поверить в силу Александра. Но, тем не менее, после третьего-четвертого раунда Энтони Джошуа подстроился под стиль Александра Поветкина. Был очень рационален, точно понимал, куда он бьет, под какими углами и так далее. И, в общем-то, концовка боя вы видите сейчас на экране за моей спиной. Это одно точное попадание правым прямым, которым он подряс Александра. После этого было две серии. Первая серия была, когда рефери отчитал нокдаун. После этого Александр, конечно, не смог восстановиться. И добивающая серия, когда Энтони Джошуа, в общем-то, нокаутировал Александра Поветкина. Друзья, это очень интересный был бой. Я думаю, что для Александра это завершение его большой, долгоинтересной карьеры, которая была полна рекордов, для Энтони Джошуа это большая перспектива. И бой за звание абсолютного чемпиона мира с победителем пары Донатэ Уайлдер Тайсон Фьюри. Друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы стараемся делать для вас своевременные обзоры, разбирать технику бокса. Всем удачи!